Огонь, который сошел в день Пятидесятницы, он не просто был большой язык пламени. Послушайте. Огонь, который сошел в день Пятидесятницы, это не было просто пламя над всеми. Огонь был каждого над головой по языку пламени. У каждого был отдельный огонь. Подумайте над этим. Это был свой личный огонь. Это как вот эти свечи, это не одна свеча. Каждая свеча горит отдельно. Это ее личный огонь. И мы как свеча были зажжены в день Пятидесятницы. И там было 120 огней. Если сейчас поставить здесь 120 свечей на этом ковре, заполнить его. Вот это было горница Пятидесятницы. И когда они пошли оттуда, каждый свой народ на том языке, на котором они говорили, они понесли свой огонь. Это значит, что огонь, который мы получаем от Святого Духа, это очень личный огонь. Это не общий огонь. Это личный огонь. Для своих личных побед и хождения. И вот это я хочу сказать. И у тебя есть твой личный огонь. Чтобы ты мог совершить, только ты мог совершить то, что Господь тебе вверяет. Зачем Он тебе дал этот огонь? Не погаси его. Не сделай его так. И приходят люди, и они садятся в церковь без огня. Они потеряли его. Они просто приходят в воскресенье, садятся. Даже некоторые из них дают денежку. Они открывают рты на прославлении. Но это нет. Вот этот тоже. Вот этот вчера еще горел, но сегодня уже нет. И вот тот уже, да. Уже года два. Его нет. Вот примерно так выглядит церковь. Она примерно вот так вот и выглядит. И мы все имеем тела, в которых горит огонь. В которых горел огонь. Мы имеем души. Но мы приходим, кто-то с огнем, а кто-то без огня. Кто-то вот так вот дымит, когда открывает рот. Вот она церковь. И сегодня Господь хочет в этот день Пятидесятницы снова, чтобы мы присоединились. Как? Друг от друга. Чтобы мы снова ближе стали. Чтобы мы вошли друг от друга. У меня сейчас нет здесь возможности зажечь от свечи. Но я бы сейчас зажигал бы от свечи. От свечи к свече. Сейчас была возможность, я бы дал бы каждому по свечке от одной свечи. Но у вас бы все были потухшие. И одной свечой мы зажгли бы весь зал. Одна, одну, те две, две, четыре, пять. И таким образом цветная реакция. Нам нужно сегодня понять, что наш огонь – это очень личный огонь. Личный огонь. Это тот огонь, который Бог мне дал, чтобы я сделал его работу. Я делал его работу эти около двадцати лет. Мы сегодня здесь сидим в зале. Вы, может быть, не связываете это вместе. Но многие из вас из-за этой работы здесь. Одна работа одной свечи может сделать очень много колоссальных вещей. Огонь много вещества зажигает. Это опасная вещь. И у тебя есть этот огонь. Не погаси его. Высвободи этот огонь, чтобы он не погас. Чтобы не было вот так. Дойди до своего конца. Дойди до своей победы со своей свечой. Храни его. Я помню этот фильм, там у Тарковского был. Он несет эту свечу через этот пересохший бассейн и задувает. И он идет снова, возвращается туда, откуда он начал. Снова зажигает там. И он снова начинает этот путь. Снова проходит этот путь. Бережает этот огонь. И еле, еле, еле его доносит. Вот дойди, не с потухшей свечой. Нам важно не ходить на собрание. Нам важно не дойти до конца жизни. Нам важно огонь сохранить. Сохранил ли ты огонь, который Господь тебе дал в день Пятидесятницы? Сохранил ли ты дар, который Господь тебе дал? Вот в чем важно. Это личный огонь. И у тебя личная ответственность сохранить этот огонь. Я хочу сохранить этот огонь. Я хочу до конца говорить правду Божию. Я хочу проповедовать Слово в огне Духа Святого. Не важно, как будут слушать люди. Я хочу всегда чувствовать, что в сердце вот это Слово хочет Бог говорить. И я буду это делать. Я хочу сохранить до самого конца, как бы какой бы конец не постиг. Я не знаю его. Я не знаю, когда это будет. Как это будет. Но я хочу, чтобы с огнем пойти. Чтобы с огнем ушел последний Дух из моего дыхания. Вместе с огнем. Я не хочу жить и ходить с потухшей свечой. Что делать здесь? Я хочу сказать вам, что делать, когда огонь погас. Надо украсить все блестяшками. И надо создать видимость огня. И надо ходить с ней, чтобы было видно, как будто она горит. Так и мы многие приходим сюда. Но нам, можно, ничего не видно, лишь бы горело. Субтитры сделал DimaTorzok